Почему у меня не получилось добиться той формы, которую я вам лично обещал? Поэтому 60 тысяч лайков, друзья, и мы посмотрим на Германом, друзья, в зале. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров, и судя по названию, ты понял, что это рестарт. Столяров худеет 2.0. Ребят, сегодня ролик будет посвящен откровениям. Почему у меня не получилось добиться той формы, которую я вам лично обещал? Вернемся через месяц к Юлю и посмотрим, как она запоет. Посмотрим, месяц у нас. Сегодня первое. Начнем ролик с Германа Эль Классика. Ребят, встречаем его бурными аплодисментами и лайками! Ну, остальные люди, которые появятся в ролике, пока сюрприз. Итак, Герман, что сегодня будет? Сегодня будем бегать, будем бить поворотом, будем учить тебя играть в флот. Ты любишь вообще футбол? Конечно, я болею за Ювентус, мы сейчас на Академии Ювентус, кстати, находимся на стадионе. Ребята пообещали, что если ты сегодня будешь в порядке, тебя пригласят в Ювентус. Давай так. Я договорюсь. Вот серьезно. Ты знаешь, это сейчас по слезы счастья. Если сегодня справляешься со всеми заданиями, то в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, с меня футболка Кештан Роналов. А ты ее достанешь, то невозможно достать. Нужно достать. Герман, ты же похудел на сколько килограмм? Он просто, этот человек не просто тот, кто появился. Я не хочу просто на нем сейчас выйти на просмотрах, он реально похудел. Весил 99, прям, наверное, месяца за три я набрал. И, ну, потом сбросил, все. Потом сбросил минус пятнашку, и вот 85-83 вот так сейчас поддерживаю, играю. Ну что, начнем с чего-нибудь очень простого. Это такая мини-разминка, правда, на ней, наверное, подзабьются немножко ножки у тебя. Короче, рассказывай, что нужно делать. Пойдем за мной. Мы отсюда начинаем наше упражнение. Это такая в виде мини-эстафеты, и в целом она делается обычно на перегоньки. Это такие мини-тесты. Мы прыгаем через каждую. В одну сторону, меняем ногу, обратно в другую. Дальше у нас идет змейка. Наша задача на змейку – обойти, обойти, обойти. И в конце, как только ты выходишь, вот из этого радиуса, из этого круга, не заходя в саму штрафную площадь, просто вверхом забить гол. Нужно, чтобы мяч пересек линию ворот, не касаясь земли. Таймер включается только, когда мяч пересек линию ворот. Окей, сколько у меня есть отставаний от себя? Сколько могу отставить? Ну, давай, давай пять. Давай пять секунд. Начнем так. Опа, 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 опа. Ну, пока что все очень аккуратно, все очень красиво. Вот, вот, вот это самое интересное. Обязательно в каждую зайти, обязательно в каждую. Ну, он, кстати, очень неплохо справляется. Я, не, я думал, что будет хуже, честно. Ну. Все, стоп. Серьезно? Как бы сейчас все таки сядут. Вот это, типа, столяров. Академия Ивентус. 19 секунд. Это прям реально. Братан, знаешь, что сейчас самое интересное становится? Ты же будешь типа выполнять? Да, да, да. Я зафигирю сейчас медленнее сделанно. Ну, невозможно, там я типа посрался. Я думал, что будет загвоздка здесь. Я думал, что будет какой-нибудь удар мимо. Сейчас тебе еще придется бить, еще мячи, и там зайдется 20 секунд. А ты немножко нервничаешь? 19 секунд. Ну, я нервничаю, потому что мне надо на 5 тебя выгнать. Ты готов, Герман? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп. Ой-ой-ой-ой. Начинаются нервишки. Да ты сам прыгай, блин. Прыгай сам. Давай быстрее, Герман, Герман, ты че? Давай, бро. Сэр, футболист. Ой-ой-ой-ой. Не, братан, он меня, походу, обгонит вообще без шансов, слышишь? Ать, есть на 5, нет? Пожалуйста, ну скажи, что есть. Ееееее. 12 секунд, блин, он очень быстро это делает. Сейчас мы с тобой будем играть один на один, вот, друг против друга. Ты издеваешься? Я, ну, какие ворота, вот выбираю из всех ворот, которые есть. Как ты думаешь, какие я сейчас принесу? Мелкие пиздрючки какие-нибудь. Да. Ну, собственно, у нас есть двое ворот. У нас есть маленькое футбольное поле. В принципе, тут все логично. Нужно, естественно, забить как можно больше голов, но есть один маленький нюанс. Мы будем играть с тобой до пяти, а пана, это специально, есть такие чемпионаты мира, чемпионаты Европы, ну и в целом, турниры по пане, это... Блин, он так долго закручивает, я прям... Когда пробрасывает тебе между ног. Ты издеваешься, как я тебе проброшу между ног? Вот так вот. Если я встану, ты можешь проброшить. Короче, любой проброс между ног считается за дополнительный гол. Мы с тобой играем до пяти. Вот так вот начинаем. Ну, как только судья дает свисток, либо какой-то у нас хлопок сейчас. И мы, типа, бросается мяч, и мы начинаем... Раз, два, три. Так. Он поддается сразу, чувствую. Сдаггер, он поддается. Ааа, ты видел? Это, это... Что это? Это не факт. Бля, что это было? Посмотри, посмотри повтор. Окей, давай засчитаем, я готов на это. Пока нет шанса. 2-0 бы даже это. Квайпишь сразу, что ли? Вот так вот. 2-2. Сыграем так. У меня женок был. Да, я с вами. Да! Ну, брат. Ну, давай. Давай считаем, считаем. Ну, это было же. Ну, это было же. Так, давай. Опа, ничья. Сыграем так. Ты решили. Что, давай? Лёв, ну я видел, что ты начинал худеть. Все было прям на мази. Что случилось? Почему вот так? Ровно 3 месяца назад мы с тобой проводили биометанский анализ. Ситуация была плачевная. Давай посмотрим, какие изменения произошли. 89 и 0. 88. Сейчас мы узнали всю правду о тебе. Судя по фотографиям в инстаграме, девочки, не верьте этим фотографиям. Там выкладывают пресс. Это или старые фотографии, или это фотошоп. Потому что вот так не выглядит. У него пресс под жиром находится. Прогресс однозначно есть. А весу-то, кстати, не так уж и много. Конечно. А почему так? Я думаю, я похудел сильно. Нет. У тебя вес был 90 килограмм 100 грамм, сейчас у тебя 89 килограмм. Минус 1 килограмм всего по весу. Дальше идем, нас интересует жировая масса. По жировой массе 23 килограмма 700 грамм было и стало 22 килограмма 300 грамм. Минус 1 килограмм 400 грамм жировой массы. Это не супермного, за 3 месяца. Да, при этом мышечная масса, кстати, очень хорошо, что мышечная масса, мало того, что она сохранилась, она еще прибавилась на 300 грамм. То есть плюс 300 грамм мышечной массы. Ситуация плачевная, и тебе нужен наставник. Серьезный наставник, тяжелая артиллерия тут подключается. Заходим. Возможно, сейчас Лёше нужен тот человек, параметром которого он стремится. Для этого я пригласила Андрея Скоровного. Поэтому это для Лёши будет сюрпризом. Старом! Худей! Или как там называется? Братан, стримов, худей, да, именно, братан. Теперь с тобой будет работать. Идеально. Теперь идеально. Почему, например, я очень рад, что Юля именно тебя позвала, потому что я знаю, сколько ты летаешь. И всегда стоишься в охренительной форме. И из-за этого, мне кажется, что может получиться очень круто. Если ты спросишь меня, почему ты всегда в форме, и почему ты это делаешь, то я тебе отвечу так. Я просто по-другому уже не умею. Зачем жрать какое-то говно, если можно съесть такое же вкусное что-то, и от этого не обломаться, понимаешь? Ты еще воспринимаешь как вознаграждение. Именно. Это плохо. Пищу надо воспринимать только как источник, ну вот, удовольствие при еде и источник энергии. Да. Вот, то есть пища это не вознаграждение. Это первое, что мы должны усвоить. Согласен. Раз. А во-вторых, ты говоришь о том, что на ночь нажираешься. Да. Если ты хочешь жрать на ночь, значит ты не дожираешь в течение дня. Короче, ребят, вы поняли, что Андрюха какой-то маг. Если честно, я пока не совсем понимаю, что он будет делать диеты, что он будет по питанию. В следующий выпуск мы полностью посвятим. Короче, мы расскажем, как можно питаться на улице, как можно питаться в ресторанах, как можно питаться дома. Все, это будет разбор подробный. Но сейчас мы, наверное, начнем уже двигаться и двигать этот проект, который встал на паузу у нас. Но сейчас, надеюсь, будет нормальный рестарт. Но он потерял всего 1 килограмм 400 грамм жировой массы. За 3 месяца. Это результат, бро. Братан, мышцы не ушли. 300 грамм. Мне кажется, это вот 300 грамм вчерашней колбасы. Жировой массы у него 22 килограмма 300 грамм сейчас, а норма для него 10 килограмм 700 грамм минимум. Ну да. Максимум 17 килограмм девшон грамм. 300 грамм месяца это более чем время. Я не хочу, чтобы ты рано радовался, потому что так или иначе все будет зависеть от тебя. Ну, братан, ну как-то так. Никак, я 15 килограмм погодел. Я ожидал лучшего. Спасибо. Спасибо, брат. На каждой тренировке Амкауа, на каждой тренировке любого футбольного клуба, в конце всегда ребята играют друг против друга на какое-нибудь наказание. Чаще всего это удары по жопе. Чаще всего это мяч ставится на линию вратарской, проигравшие становятся на линию. Ну, собственно, все понятно. Это все любят, это все ждут, за это ставят лайки. Сегодня у тебя будет возможность избежать этого наказания. Но для этого тебе нужно будет все сделать с первого раза. Я не знаю, как ты это сделаешь, но, короче, ты фанат Ювентуса. В Ювентусе есть великолепный, невероятный вот этот мистер Си. Ну, естественно. Помнишь гол, который он забил? Ну, Аяксу, мне кажется. Либо Атлетика. А есть еще гол, когда он забил Ювентусу на дровях. Бля, я не повторю, ты издеваешься. Ты издеваешься через себя? Ударь через себя. Аккуратно. Ручками подбрасываем. И твоя задача через себя забить гол. Но за каждую попытку, которая у тебя не удается, это плюс один удар по жестке. Если ты делаешь это с первого раза... То три срача, да? Нет, то ты мне бьешь. Давай так, мотивация. А если не с первого, то, соответственно, каждый промок накидывается тебе. Окей? Готов? Конечно. Вырежете! Просто ставьте эту валю. Да! Вот это, кстати, было чем-то похоже. Ну, то есть, типа, это было на очень низко от земли, но это было похоже. Это семь срачей. Ну, типа, такой галешник. У тебя обе ноги были от земли подняты, как минимум, и удар был в падении, но и мяч заскочил. Пишите пока в комментариях, сколько в итоге будет под срачников. В конце узнаем. Что-то интересно. Давай, ладно. Все. Так будет. Ну, это, кстати, вот, наверное, это самый максимально похожий гол. Серьезно. Это хорошо было. Сколько срачей? 15. Ну, 15, да. Это будет жестко. Это жестко, чтобы погореть будет? Ну, мы сейчас проверим. Мы бьем со всей силы, да, ведь? Ну, ведь, чтобы прям... Да давай, девок тут нет на канале. Твою мать. Отжать! О, блин, ты сказал по ногам не получится! Сука! Первый! Ну, есть некий разброс. Некий с первого раза? Некий! Я пошел, блядь! Может, это за три посчитаем? Хорошо. За три, может, посчитаем? Одиннадцать еще. Фух! Спасибо, блядь! Вот это, кстати, очень неприятно. Я по опыту скажу. Я знаю, что... Поехали! Восемь! Пережигай, давай! Ребят, хотите пробить? Герман и пацаны по-разному. Да, блин, ну почему пацаны-то мои, знаешь, такие довольные? Тебе не стыдно? Чуть-чуть? На, ты на камеру, чтобы пацаны... Да, пацаны... У нас шеи ударов. Вывод прям во что бы то ни стало. Надо попасть. Ну-ка! Ай, чуть-чуть. Так, все, замена. Готов? Нужно прям в яблочко, понимаешь, да? Вон, вон яблочко. Все, давай, поехали! Ну что такое? Еще два удара. Давай. Все. Последний еще, последний. Попадешь? Не знаю. Все, смотри, больше никогда не пустим на поле, если не попадешь. Я, ну, нас нужно, потому что я замечаю. Давай, бро, давай. Ай! Не, ну ты выдержал, слушай. Ты выдержал все 15 даров, по-честному, это было хорошо. Спасибо, пацаны, вы выручили. Спасибо, ребят. Спасибо, пацаны, спасибо. Короче, хочу извиниться перед вами всеми. Столеров Худей на рестарте. Я надеюсь, что в этот раз я вас точно не подведу и никаких оправданий. Это Столеров Худей 2.0 и мы доделаем это до конца. Ребят, если вы хотите, Герман сказал, что они тренируются очень тяжело, прийти на тренировку Амкала, то, пожалуйста, напишите сейчас в комментариях. Мы придем на этот стадион и я попробую все тренировки. Да, да, просто на всю тренировку, вместе со всей командой, мы тебе выдаем кипу тренировочную. Все, ты как вот целый день проживаешь, как игрок Амкала. Ай, какие, прикинь, это какой ролик может быть? Прикинь. Сегодня много было избиений, 15 ударов по заднице, очень ужасные ублюдки. Я даже не знаю, что хуже были удары по заднице, либо мой удар Роналду по моей психике. Поэтому 60 тысяч лайков, друзья, и мы посмотрим на Германа, друзья, в зале. Мы посмотрим, как вот это вот, вот это вот, вот этот человек будет работать в зале, ребят. И мы посмотрим, как он с этим совсем справится, ребят. Ну и еще, конечно, очень важна ваша поддержка, стилировка худеев. Это правда. Не, на самом деле я верю, я прям уверен, что они 60 тысяч наберут, но я боюсь. Давайте договоримся туда, да? Давай 61 тысяча и не будем. Не, ребят. Все, брат, спасибо тебе большое, это было круто.